В эфире информбюро продолжаем выпуск. 22-летняя жительница Кустаная Лаура Сундет обвиняет мужчину в домогательствах и избиении, а полицейских в равнодушии. Она рассказала, что малознакомый человек избил ее за отказ в сексуальной близости. Девушка опасается, что дело замнут и обидчик останется безнаказанным. Нина Шапо с подробностями. Ударом по лицу для 22-летней Лауры Сундет завершился поход на вечеринку. Девушка рассказала, что малознакомый молодой человек проявлял чрезмерную настойчивость в своих ухаживаниях, а получив отказ, проявил агрессию. Все, что я смогла сделать, это убежать оттуда. Я выбежала босиком на улицу, с меня с рта шла кровь, мои все вещи в крови, потому что у меня повреждена слизистая рта, так как я ношу брекеты, и оно разорвалось просто все. Девушка сразу же вызвала скорую помощь, и полицейских врачи зафиксировали травму, но уже в отделе полиции, по ее словам, на нее оказывалось давление. Следователь, он просил меня не писать то, как я эту ситуацию вижу, то есть, чтобы я написала заявление о том, что это произошло в ходе распития спиртных напитков совместного и словесной перепалки. Такого не было, мы с ним в этот вечер даже не разговаривали. Она меня отвела к начальнику, который сказал мне, надо было дома сидеть. Я поняла, что мои слова ничего не значат. В итоге каждому из восьми участников грозит штраф за нарушение карантинного режима на 27 тысяч нинге. А Лаура, опасаясь, что этим все и ограничится, обратилась к общественникам. Она также опубликовала видео, в котором рассказала свою историю. В полиции жалобы девушки на предвзятость и равнодушие пока комментировать не стали. Но сообщили, что начали расследование по статье «Действия сексуального характера с применением насилия». Мы служебную проверку проведем. Мы не вправе обвинять людей. Но обстоятельства выясняем все обстоятельства. Правозащитница Снежана Жукова понимает, с чем в полиции могла столкнуться Лаура Сундет. Она говорит, что знает из практики такие случаи – самая сложная категория дел. Применение насилия еще как-то можно доказать. Гематомы, повреждения телесные. А вот что эти действия насильственные касались именно в процессе сексуального домогательства, это очень сложно доказать. Лаура Сундет говорит, что готова продолжать поиски справедливости, несмотря на угрозы со стороны обидчика и его близких. Тем более, что опыт последних лет показывает, что прогресс в таких делах все-таки есть. И благодаря общественному резонансу добиться справедливости удается все чаще.